И так как у женщины очень выражена способность управлять вообще, потому что она по природе управляет всегда. Вот, допустим, человек женился, он думает, будет управлять женой. Он не знает, что жена будет управлять им на самом деле. Но женщина по природе, она управляет всем. Она всегда, как она управляет? Через отношения. Допустим, муж говорит жене. Мы со своими друзьями все вместе выражаем тебе протест жене. Жена звонит с женам друзей, говорит, а мой-то что-то вообще протест решил мне выразить. Вы поговорите там с мужьями со своими, что типа не надо ей протест-то выражать. Она с любовью со всеми, они чирик-чирик, они говорят, ой, мой хороший, давай протест не будем ему выражать, там, этому человеку. И все ему звонят, говорят, а мы ей протест не будем выражать. Все это происходит естественным образом, потому что женщина, она же с любовью со всеми общается. И она контролирует всю ситуацию. Допустим, он говорит, мы с другом поедем завтра на рыбалку. Она не хочет, чтобы он ехал на рыбалку. Она звонит его жене и говорит, рыбалка отменяется. И друг потом ему звонит, говорит, рыбалка отменяется. Слушай, у меня тут такая ситуация, что рыбалку надо отменять. А между женщинами же какая ситуация в отношениях? Смотрите, мужчины, они индивидуалисты. У них индивидуальное сознание, они каждый сам по себе. То есть они личности индивидуальные. А женщины, какая у них природа? Они не индивидуалисты, они коллективисты, они объединяются друг с другом. Они живут в таком серьезном объединении. И мужикам вообще ничего не сделаешь. Вокруг каждого мужика вот такой вот круг женщин всегда. И ничего не сделаешь. Если одна сказала, сразу все подтверждают. Так или нет? Система работает. Или у вас так не работает система? Не работает, значит, надо женщиной быть, учиться. Ля-ля, тро-ля-ля, уметь делать. Женщина же обладает энергией любви. И поэтому она с этой энергией любви все может себе подчинить легко. Поэтому женщине управлять вот так вот коллективом вообще несложно. Но надо иметь качество лидера. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Но это значит, что она лидер по природе. Но надо стать женщиной при этом. Надо смотреть нежно, но все все равно будут напрягаться. Это означает, что женщина лидер. Она смотрит нежно, но все напрягаются. На всякий случай. Потому что они знают, что может быть, если не напрягаться. Это хорошо. Когда женщина управляет, это очень приятно. Потому что всегда можно поговорить как с матерью. И она, когда ты с ней говоришь как с матерью, она тебе делает поблажечки небольшие. Ну и это ей можно делать поблажечки. Если ты ведешь себя по-человечески, можно. Но женщина никогда не идет на уступки. Женщина руководителя. Она сказала, сделали. Тебя лишат премии не на 6 месяцев, а на 5. Все, иди. Понимаете? Или лишат, но не с этого месяца, а со следующего. Начнется лишение премии. Там и так далее. Ну то есть... Женщина может быть руководителем. Почему нет? Просто она должна быть прежде всего женщиной. Если она мужиком становится, вот тогда она все рушит. Если женщина унижает человека при всех, то это никогда не прощается. Никем. Мужчину женщина при всех унижает. Он не может простить все. Он будет ненавидеть ее и будет портить ей жизнь. Мстить. Да, это невозможно не мстить. То есть мужчина всегда будет мстить женщине по-любому. Женщина унижает другую женщину при всех. Еще хуже. Женщина вообще никогда не простит, когда ее хоть кто-то унижает. Хоть руководитель, хоть не руководитель. Не имеет значения. Поэтому женщина-руководитель должна контролировать себя. То есть смотрите, женщина лучше понимает, что такое отношение. Это ее природа понимает, что такое отношение. Поэтому она себя так ведет в коллективе, что она всегда старшая. Ее невозможно сделать равной. Если мужчину как-то можно склонить на время, то женщину никогда не склонишь, потому что она точно знает, что такое отношение. Она никогда не ведется. У женщины это в крови, отношение правильное строить. Поэтому женщине несложно руководить. Она должна шашкой махать. За нее должны махать другие. Если женский коллектив, как ему руководить? Очень строго. Может ли мужчина руководить женским коллективом? Вот допустим, мужчина-руководитель, и у него женский коллектив. Может, если он смертник. То может. Если он как бы смертник, он хочет погибнуть в ближайшее время от харакири, тогда может. Вот директор школы должна быть женщина. Если мужчина директор школы, у него все подчиненные, женщины, они из него сделают котлету просто. Ничего с ними не сделают. И женщины подчиненные. Вот молитесь на них, на всех. Можно им всем памятники ставить. Почему? Потому что, когда женщина работает, она никогда не удовлетворена. Женщина по природе, она семейный человек. Поэтому, допустим, женщина знает в женском коллективе, что если, допустим, какой-то Любочке, допустим, что-то позволить, ну, сделать чуть-чуть больше зарплаты, чем всем остальным женщинам, то ее загрызут. Почему? Потому что у женщин, у них крови, вот эта зависть к тому, чтобы кто-то преимущество имел перед ней. Допустим, все женщины работают вместе, и одна женщина получила большую зарплату от руководительницы. Все женщины потом на руководительницу не будут смотреть одновременно. У них же коллективное сознание. И она с этим ничего не сделать не сможет. Ей придется делать равные зарплаты всем, там и так далее. То есть будут свои законы в женском коллективе. Но руководительница должна иметь железный характер. В женском коллективе она должна действовать решительно, смело и непреклонно. Должны быть жесткие законы. Но она должна всегда женщинам делать поблажки. Допустим, жесткий закон. С работы уходить во столько-то. Женщина приходит, допустим, какая-то и говорит «Можно я уйду пораньше?» А что, в чем причина? А причина такая-то. У меня ребенок заболел. И она выходит в коллектив и объявляет «Такая-то подчиненная уйдет пораньше, потому что у нее ребенок заболел. Точка». Она уходит пораньше, вторая подбегает. «А можно я?» «Нет». Понимаете? Потому что когда у женщин такая природа, если кто-то ушел пораньше, все остальные тоже хотят. Они тоже побегут пораньше быстрее. И надо просто иметь железный характер. Нет. И женщины всегда будут приходить и жаловаться. «Ой, вы знаете, у меня такая жизнь тяжелая». Почему? Потому что работать – это не их природа. Они всегда мучаются на работе. Им тяжело работать. Они мучаются постоянно. И поэтому они будут ныть. Если вы одну уступку сделаете, вот одна не ноют. Одной какой-то женщине сделали одну уступку – все, вам капец. Как руководители женского коллектива. Они вас просто придушат. Никаких уступок не должно быть. Все. Никаких вариантов. Потому что женщина имеет такую природу. Одну уступку сделали, она будет требовать следующую. И причем ей будет искренне казаться, что это правильно так. Потому что она же страдает на работе, ей тяжело работать. И она говорит, можно работать чуть-чуть поменьше? Можно. Потом еще чуть-чуть поменьше. А можно зарплату чуть-чуть побольше? Можно. А можно еще чуть-чуть побольше? И это никогда не закончится вообще. И причем она искренне будет считать, что она права. Искренне. Теперь второй вариант. Смотрите. Строгий закон. Женщина начинает конючить. Ей руководительница говорит, может быть тебе пойти на другую работу? Вы хорошие. Тебе у нас так тяжело. И она говорит, нет, нет, Мария Ивановна, я все в порядке, все. Я хочу у вас работать. И Мария Ивановна говорит, есть только один вариант. Если ты конючишь, значит работаешь там. Если работаешь здесь, не конючишь. Я буду тебе заботиться о тебе. Нужно что-то серьезное, я тебе помогу. Но у меня одно условие. Будь довольна тем, что ты имеешь. Могу вам сказать по секрету, что для женщины на работе это невозможно. Невозможно быть довольна тем, что имеешь. Но так как они боятся, они только из страха должны там работать. Так как они боятся старшую, потому что она как скала. Женщина может так себя вести. Мужчина нет, женщина. Это невозможно. Потому что и все, и капец. Какая-нибудь морду ему скрутит, бараний рог. И потом она будет манипулировать всем коллективом. Все к ней будут подходить и говорить, давай завтра сделаем отгул. Или выходной день. И она подходит к нему. Завтра выходной день. Он говорит, да, моя хорошая. И объявляет всему коллективу. Коллектив уже знает, что завтра выходной день. И он объявляет, завтра выходной день. А если он не будет делать, как она хочет, то ему такое устроит, мама дорогая. Она же влияет на него психически. Страшная ситуация. Мужчине лучше не лезть туда, в женский коллектив. И все. Если у мужчины коллектив, то вот женщины все заткните уши. Чем меньше женщин в коллективе работают, тем меньше головной боли. Ну, просто на всякий случай я вам говорю. И некоторые думают, почему же у нас так плохо? Постоянно какие-то сплетни идут. Постоянно все недовольны. В коллективе некоторые руководители думают, как можно так жить? Знайте, что критическая масса, количество женщин в коллективе превышает допустимую норму. Надо немножко сбалансировать. Без женщин, понятно, невозможно, потому что есть специальности, женские, которые мужчины не могут делать. Они могут по телефону говорить, да, я вас слушаю. Они могут поговорить по телефону, мужчины этого делают. Это невозможно. Женщина не имеет природы работать. Это для нее насилие, чтобы вы знали. Поэтому она и мучается на работе. Но так как она строит другие отношения, непроизводственные, поэтому постоянно это производство будоражит, когда в нем женщины, они всегда строят непроизводственные отношения, потому что у них природа непроизводственная. Поэтому если вы не можете без женщин как бы в коллективе, ну возьмите столько, сколько вы потянете. А если вы взяли больше, коллектив будет разваливаться, хотите вы этого или нет. А если много женщин в коллективе, берите начальницу над ними, женщину, иначе вы не сможете с ними справиться. Пускай ими руководит женщина, она разберется. Это не проблема уже будет. Женщинами может руководить только женщина по-настоящему. Но женщина может руководить мужчинами вот так, без всяких проблем. Да? Может быть в разных сферах. В этом заключается сила коллектива. Что если коллектив... Вот это, кстати, другой вопрос, очень важный, который надо знать. Что если руководители развиты как лидеры, развиты как лидеры, они могут управлять коллективно. Если есть развитые руководители как лидеры, они могут советом управлять. Советом. Но для этого должны быть только развитые люди. Потому что если хотя бы один будет неразвитый, то он будет этому совету доставлять массу проблем. То есть между ними равные отношения? Да, между ними равные отношения, но все остальные младше по отношению к ним. Но у этого совета обязательно должен быть председатель. Потому что в некоторых ситуациях никогда не бывает так, чтобы все ситуации решались советом. Иногда совет не можете решать ситуацию. И тогда один человек говорит, так как я председатель, между ними равные отношения, говорит, так как я председатель, мне придется вынести свое решение, иначе у нас все встанет, не будет работы, и он принимает решение. Всегда должен быть кто-то старше в каких-то ситуациях, но управление советом или коллективное управление, оно мощнее, чем единоличное. Потому что когда человек загнулся, допустим, он заболел, а у него единоличное управление, никто из подчиненных не сможет встать на его место, потому что так работает среда, что если человек взял на себя всю ответственность, то он создает вокруг себя таких людей, которые никогда всю ответственность на себя взять не смогут. Потому что если с ним рядом находится человек, который тоже может всю ответственность взять, то он ему не даст работать. Всегда человек, который может взять больше ответственности, он подчиняет себе того, кто может взять меньше ответственности. Но если два человека могут взять много ответственности, и они развитые руководители, развитый руководитель означает такой, который может равные отношения с другими руководителями строить. Видите, опять отношения. Это означает уважать другого руководителя. Смотрите, гордый руководитель, неразвитый, он не может строить равные отношения, потому что он не может никому подчиниться. Он может только руководить, означает, что ситуация очень крайне тяжелая, потому что если что-то с ним произойдет, фирма разваливается полностью, никто не может взять на себя ответственность, потому что он не подпустил к себе такого человека. Если человек управляет таким образом, что он создает коллектив равных людей, то тогда это означает, даже если он старший у них, но строит равные отношения, с ним что-то случилось, берет на себя старшинство другой и продолжает все делать. Это означает, что человек развит как лидер. Поэтому я говорю, лидером может быть тот человек, у которого есть наставник. Это значит, что он может коллективное управление установить, и это значит, что фирма будет непотопляема, ничего с ней сделать невозможно. На одного надавили, раз его чуть-чуть, другой встал. Понимаете, бывает так, что руководитель сделал несколько ошибок, и у него очень плохие отношения с теми, кто выше его. То есть администрация, город, еще что-то, и он уже не может управлять. Если коллективное управление ставит другого человека, он устанавливает хорошее отношение, все восстанавливается, а потом потихонечку опять того ставят на место, потому что он лучше управляет. И все. И вообще никаких проблем. Понимаете? Но такой коллектив встречается редко. Для этого надо учиться подчиненным быть так же, не просто руководить. Один важный недостаток руководителей заключается в том, что они могут только в одну сторону жить. Могут только руководить, они никогда не могут слушаться. А руководитель на самом деле должен слушаться хотя бы потому, что единственный способ руководить, это слушать советы своих подчиненных. Понимаете? Руководитель принимает решение. Это не значит, что у него уши закрыты. Как принимается решение? Смотрите, руководитель сам же не работает на каких-то местах конкретных, поэтому они знают лучше ситуацию. Это понятно, что он может лучше решение принять, потому что у него есть опыт принимать решение. Так? И он понимает финансовое состояние, он все понимает. Но они на местах знают, как все работает. Поэтому как происходит? Собирается собрание, а собрание надо собирать обязательно, потому что как должен организм работать? Не то, что я всегда командую, собрания не нужны. Надо обязательно собирать собрание. Почему? Потому что когда ты собираешь собрание, чем ты занимаешься? Собирать надо собрание кого? Лидеров, которые знают, что происходит на местах. Ты садишься, и что ты делаешь в это время? Молчишь и слушаешь. Дай им возможность говорить. Они будут тебя бояться. Но если ты смиренно молчишь и слушаешь, они начнут потихоньку жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи и разужжаться до такой степени, что они все скажут, что они думают по этому тему. А ты смиренно молчишь. Они жужжат, и все уже сказали, и потом раз смотрят на тебя. А ты что должен в это время? И-о-о, а теперь правильный ответ. Есть такая буква в этом слове. То есть руководитель должен так себя вести. Он не должен болтать. Он должен говорить вывод, результат. Все. И этот результат должен быть непреклонен. Дальше обсуждение уже закончено. До свидания. Или он должен говорить, я результат скажу завтра. Почему? Потому что ему надо все понять. Это тоже правильно. Руководитель, он, это не человек, у которого бывает понос. Если у руководителя немножко запор, это хорошо. Это значит, что у него есть время подумать, понимаете? А если у него понос, он говорит раньше, чем обсуждение закончилось, это значит, что он не может быть руководителем. Руководителя должен быть тугой ум. Тугой означает, он думает и взвешивает, думает и взвешивает долго. И можно завтра принять решение, не обязательно сегодня. Но когда ты принял решение, оно должно быть правильным. И все это потом должны понять. Это очень важно. Дальше поехали. Итак, смотрите, руководитель всегда на первое место в своей жизни ставит идею, ради которой он живет. Идею. Потому что если у него нет идеи, для чего он руководит людьми? Для чего? Для того, чтобы деньги себе заработать на дачу. Это не идея. Это означает, что люди будут то же самое делать. Смотрите, интересная ситуация получается. Я хочу на этих людей извлечь прибыль. Это главная идея моей жизни, допустим. Я не скрываю, я извлекаю здесь прибыль. Значит, они тоже не скрывают. Но если ты прибыль извлекаешь из остатков денег, то они прибыль извлекают из всего, что они делают. Из чего ты можешь извлечь прибыль? Из того, что уже получилось. Они из чего извлекают прибыль? Из своего труда, из своего отношения к труду, из своих отношений с тобой. Из того, что они вымучивают у тебя больше зарплаты. Они будут прибыль извлекать из всего. И так как их много, ты один, а их, допустим, 500 человек, они тебя удушат просто с этой идеей. И поэтому многие руководители как заканчивают свою жизнь? Две болезни, которые возникают только по одной причине – из-за энергетической перегрузки человека. Первая болезнь – инсульт, вторая – инфаркт. Результат неправильного руководства. Каково правильное руководство? Людьми руководит идея. Запомните это. Идея. Помните Ленин? Он же никого не заставлял, как сейчас интересно партии делают. Они говорят, 500 рублей, пойдем на демонстрацию. Это бред. На демонстрацию-то, может, человек за 500 рублей пойдет, но на войну за 500 рублей он не пойдет. Нафиг ему нужно за 500 рублей воевать? А если и пойдет, он не будет воевать так, как человек, который за идею идет. Смотрите. Объясняю это на примере. Ситуация историческая. Наемная армия царя Дария – 350 тысяч человек. Нормально? И армия Александра Македонского – 40 тысяч человек. Нормально? Посчитайте, кто бухгалтер. 350 и 40. Сколько? А? В 10 раз больше. Так? Это значит, что один солдат сражается с 10. Возможно, нет? Принципиально. Можно сражаться одному с 10 или нет? Можно? Ну, попробуйте сейчас. Вы один, сейчас 10 человек выйдет. А? Ну, из-за идеи можно? Ну, ты знаешь, что будет уже заранее. Что тебе клизму поставят так, что тебе… Она вылезет изо рта. 10 человек. Ну, ладно. Можно, да. Не одному с 10. А армия 40 человек, которая… 40 тысяч человек, которые сражаются за царя, понимаете? За своего Александра Македонского, которого они никак показали в Голливуде вот это. Ура! Помните в Голливуде вот этот фильм про Александра? Ура! Такой гомосексуалист такой. Это они таким сделали Александра Македонского. Я просто, когда это увидел, в шоке. Александр Македонский. Не может быть. Я начал медитировать на эту личность и увидел совсем другую личность. Я потом начал исторически читать летописи и узнал, что этот человек, он обладал удивительным характером. Он спал всегда на земле, не брал себе никогда лишнего. Что этот человек на самом деле был глубоко религиозным, и он молился перед каждым сражением. Его солдаты верили как в Бога. Он никогда не ошибался в принятии решений. Если он говорил так, значит, всегда это побеждало слово. Он никогда сзади не плелся войска. Он всегда был впереди. Они его защищали. Они не давали ему погибнуть, хотя он был готов. Такая личность. Знаете, как он победил Дария? Он выбрал тактику. То есть вот он завоевывал государство, понимаете, у которого вышло 350 тысяч человек. А он завоевывал 40. Представляете, какая наглость. И он выбрал, он говорил, мы завоюем это государство, солдаты. Все, вопросов нет, завоюем. 350 тысяч. И он выбрал тактику. Так как эта армия наемная, это значит, что когда убегает царь, армия деморализуется в секунду. Наемная армия живет только на деньгах. Платить некому, до свидания. Знаете, тактика какая была? Он взял просто с помощью разведчиков, вычислил, где царь. Нашли царя войск в этом сражении начиналось, пока они не нашли. Нашли царя, сделали клин. И знаете, кто этот клин возглавил? Александр Македонский. И вот этим клином, они прямо туда, где этот царь находился, вот так вот, в эту армию. Представляете, какой ход с точки зрения сражения ужасный? Потому что, ну, их просто вот так раздавят в лепешку, и все, в секунду. То есть это можно сделать только очень быстро. Понимаете? Очень быстро. И если потом что-то произойдет не так, значит, лепешка будет из них конкретная. Потому что они окружены будут. Понимаете? Это, ну, тактически так никогда никто не поступает в войне. Смотрите, что произошло. Клином дошли до царя, и Александр Македонский, находясь в самом переди клина, берет и бросает копье в этого Дария. И этот Дарий еле успевает увернуться, ему копье прямо прилетело бы в голову, если бы он не рулся. И у него вот так вот копье стоит вот здесь, и втыкается ему в его колесницу. И он даже голову не может вот так сделать. И когда это произошло, Александр Македонский берет второе. И что делает Дарий? Он разворачивает колесницу и драпать. А что делает Александр Македонский? Он гонится за ним через все войско. И этот клин дальше уже гонит царя из армии. Проходит 10 минут, царя в армии уже нет в этом сражении. Царь драпает от Александра Македонского. Что происходит с армией противника? Складывает оружие. Не больше 40 минут длилось сражение. Представляете, сила какая? Или нет? Можете себе представить, что такое настоящий лидер? Так же точно Суворов сражался. 500 тысяч армии противника, 50 тысяч его армии. Турков победил с 50 тысячами человек. Представляете, сила? Это означает лидер. Причем Суворов, он был, отличался от Александра Македонского. Александр Македонский был очень высокий, атлетически сложенный, красивый воин. И он был очень молод. У него была армия серьезная, но он был очень молод. Ему было не больше 25 лет в это время. Он был очень молодой и сильный лидер. На самом деле он был зрелым человеком. Он не мыслил как молодой человек, он мыслил как настоящий зрелый генерал. Понимаете? И все его в армии были подчиненные взрослые люди, которые как бы его слушались как Бога. Но Суворов, он был в возрасте, хлюпенький, маленький и болезненный человек. Но так как он был к шатре по природе, все его дорожили им пуще своей жизни. Суворов знал практически всех солдат по именам. Он мог к каждому подойти, и он помнил, какие проблемы у каждого из них были. Он мог лично с ним поговорить, с любым солдатом. И его так любили за это, готовы были всю жизнь за него отдать и пойти куда угодно за него. Они прошли через высочайшие горы армии, представляете? И многие солдаты просто погибли в пропасти, и это их не остановило. И они перешли через горы, и это было шоком для турков, потому что они даже предположить такое не могли. И те просто их взяли вот так врасплох, и все. Это исторический факт. Переход Суворова через Альпы. Итак, идея в чем заключается? В том, что руководитель – это сильный и смелый человек. Вот в чем заключается моя идея. И когда у руководителя есть правильная цель, правильная цель – люди идут за ним сами. Какие люди? Те, которые нужны в фирме, коллективе. А какие не идут? Те, которые должны отвалиться. Очень хорошая система. Но надо сначала понять, для чего ты живешь. Если ты живешь просто для своих денег, значит, ты по природе не можешь быть руководителем, потому что для своих денег живет бизнесмен. Понимаете разницу между бизнесменом и руководителем? Сейчас объясню. Бизнесмен не должен набирать людей на постоянную работу. Почему? Потому что он не может… Это только руководитель может стабильный коллектив и длительно делать. Бизнесмен зарабатывает деньги. Что он делает? Если вы по природе бизнесмен, допустим, у вас другие качества. Первое качество. Вы не можете людей наказывать, но можете стимулировать деньгами. Можете ли вы руководить людьми? Да, временно можете, с помощью их поощрения. Как руководить бизнесмену? Он должен набирать заинтересованных материально людей, брать какую-то идею, ради которой они сейчас будут трудиться. Когда они достигают этой идеи, то надо заканчивать действие. То есть действие у бизнесмена не должно быть постоянным. То есть бизнесмен действует волнами. То есть он нашел идею, проработал, получил деньги. Нашел идею, проработал, получил деньги. Люди у него наемные. У него нет коллектива. Когда он достигает своей идеи, он берет людей. Когда он достиг, он распускает. Понимаете? Нет? Почему так? Потому что он не может людей наказывать, бизнесмен. У него нет твердости характера. У него нет способности держать слово. Он расчетливый человек. Он способен как бы деньги зарабатывать. Но он не может идею иметь в своей жизни. Он не может людей держать рядом с собой долго, потому что люди держатся только идеей. Надолго люди не могут с помощью денег привлечь. Надолго нельзя людей. Потому что смотрите, как бизнес протекает. Бизнес всегда течет волнами. Сейчас у тебя идет подъем. Ты знаешь, что придет время, и у тебя пойдет спад. Это неизбежно. Бизнес не может идти только на подъем всегда. Это безумцы так думают. То подъем, то спад. Когда спад, если ты деньгами стимулировал людей, они все разбегутся. Они не будут с тобой работать больше. Почему? Потому что денег-то нет. Зачем работать? Если ты деньгами стимулировал, значит все, до свидания. Причем разбегутся самые лучшие специалисты, потому что простые рабочие останутся, куда им бежать. А лучшие специалисты, им есть куда бежать, потому что есть места, где подъем, и им дадут больше денег там. Поэтому настоящий руководитель не стимулирует людей деньгами. Он стимулирует людей идеей и отношением. Он любит людей. И эта любовь чувствуется, и люди хотят идти за ним куда угодно. Вот представьте ситуацию сейчас, смотрите. Вам предлагается выбор. Вы работаете в фирме, где вам плачет больше зарплаты, но там неизвестно, будете вы работать долго или нет. Нет, неизвестно, как вам будут относиться. И неизвестно, сколько эта фирма просуществует. Много неизвестных, смотрите. Теперь здесь. Эта фирма точно просуществует долго, потому что очень хорошее отношение, устойчивая среда. Вам платят зарплату меньше. Но человек, если вы в трудную минуту попадаете, вы знаете, что вам заплатят за операцию. Вы знаете, что вас отпустят куда-то, если вам надо что-то срочно. Вы знаете, что по-человечески к вам отнесутся в любом случае. И вы знаете, что этот человек вообще бескорыстный по своей природе. Он просто руководитель, потому что так он хочет жить. А он живет не для себя, а для Бога. Или, допустим, до какой-то ценной идеи. У меня есть в Ижевске один руководитель, знакомый человек. Он строит храм. Ну, просто как пример. И у него все получается в фирме. Знаете почему? Потому что люди знают, что вот если у него деньги появляются лишние, он строит храм. И они так любят его за это. Это означает правильно выбранная идея, понимаете? Человек может хормить нищих. Не обязательно сильно большую идею брать. Вот в соответствии с своими возможностями ты помогаешь кому-то. Помогаешь детскому саду. Как помогаешь? Едешь со своими подчиненными. И просто вместе с ними на эти деньги, которые вы заработали лишние, там есть какой-то лишний процент. Вы помогаете детскому саду. Теперь имеет ли право руководитель быть богаче своих подчиненных? Имеет. Это не проблема. Если он старше, он может быть богаче. А если кто-то завидует, что он богаче, он не должен быть в коллективе. Руководитель может быть состоятельным человеком. Почему? Потому что если он имеет высокий социальный статус, он должен быть богаче. У него должна быть соответствующая машина, должно быть соответствующее одеяние. У него все должно быть соответствовать высокому статусу. И людям это надо объяснять. Что вот это у меня все для статуса, а не то, что я хочу вас ободрать. Никогда не нужно думать, что люди согласятся с тем, что ты больше их зарабатываешь. Хоть ты руководитель, хоть не руководитель, не имеет значения. Но если ты делаешь все для фирмы и для Бога, тогда зависть и сердец у хороших людей уходят. Уходят. Понимаете? Итак, смотрите, интересно знать, что настоящий руководитель или правитель, он не должен быть пойман в обмане народа, имеется в виду финансовом обмане. Посмотрите, как происходит у нас. Когда правители пойманы во финансовом обмане, то вера в них пропадает. И наоборот, когда они безупречно ведут себя в отношениях с подчиненными, тогда вера в них возрастает. Я вам сейчас одну вещь важную скажу, что руководитель должен быть безупречным в социальном плане человеком. Это означает, что характер должен быть нордический, стойкий, порочных связей он иметь не должен. Это из фильма «17 мгновений весны», кто еще смотрел. Это я так немножко пошутил. Значит, идея в чем заключается? В том, что руководитель должен быть безупречным человеком. У него не должно быть девочек, девочек, девочек не должно быть, и мальчиков. Руководитель должен быть безупречным человеком. Его должны воспринимать как личность очень культурную, образованную, порядочную, на которую можно полагаться. Понимаете? Иначе он не сможет держать коллектив рядом с собой. Если он не безупречен, то люди не будут ему доверять. И начнется брожение в коллективе сразу. Потому что только идея может людей держать вместе. Деньги людей вместе держать не могут. Конечно, если человек деньгами держит людей, он может быть каким угодно, каким угодно. Но это не означает, что этот коллектив в любом случае сохранится. Понимаете, настоящий руководитель годами коллектив сколачивает. Так или нет? За одну секунду уже нормальный коллектив не сколочешь. Так? Годами. И только на идее этот коллектив может жить. Деньгами нормальный коллектив не сколотишь. Если ты только на деньгах работаешь, значит, ты не сможешь управлять этим коллективом долго. Какая может быть идея? Допустим, вы не верите в Бога. Ну хорошо, пусть будет такая идея, что у вас в коллективе порядочные отношения. Что у вас порядочные отношения с клиентом. Что вы честно к клиенту относитесь всегда. Что вы никогда не обманываете людей, которые в вас верят. И друг друга никогда не обманываете. Это не значит, что нужно все налоги платить. Я этого не говорил здесь. Не говорил. Но, согласно ведам, если, я говорю не вашу страну конкретно, а вообще говорю, если правительство обманывает народ, то народ не может жить честно в этом случае. Потому что он будет жить без штанов. Поэтому сердце каждого человека должно знать, сколько платить налогов. Но если человек совсем не платит налогов, он за это будет наказан. Потому что налоги платить надо. Веды говорят. Налоги платятся для того, чтобы государство имело средства содержать государство. Но если налоги идут не туда, значит, соответственно, платить их надо столько, сколько сердце подсказывает. А? Кого какое сердце? А это уже потом определится с помощью судебных органов. Знаете, я вам одну вещь скажу. Если вы платите столько, сколько Бог любит, никогда вас за это не засудят. Никогда. Но если вы чуть-чуть зажали, то когда налоговый инспектор приходит, смотрит к вам в глаза, он знает это. И вы это никогда не скроете. Никогда. Да? Да? Супер вопрос. Спасибо. Я не склероз, я не все говорю. Иногда главные вещи забываю. Знаете, руководитель должен образовывать своих подчиненных. И образование подчиненных является одной из основных видов деятельности руководителя. Понимаете, подчиненные должны очень осознанно понимать, что они здесь делают и как. Поэтому не только с лидерами надо собрание проводить, а также и со всем коллективом и объяснять, для чего мы работаем в очередной раз. И как мы работаем. И объяснять, что сегодня мы подтягиваем штаны по этой причине. Но это будет длиться ровно столько, сколько нужно для того, чтобы коллектив выжил. Как только ситуация поменяется, мы штаны опять отпускаем. Понимаете, да, идея? Идея заключается в том, что каждое действие в фирме должно быть объяснено людям. Они не должны неосознанно жить. Все должно объясняться. Но еще одну важную вещь надо знать. Надо знать, что есть два типа собраний, которые руководитель должен проводить. Он должен проводить образовательные собрания, объяснять, что такое коллектив и как мы живем, и для чего. Эти собрания, они воскрешают сердца людей. На образовательных собраниях не надо никого ругать и не надо никому относиться строго, предвзято. Каждый высказывается и свое мнение имеет. Руководитель со всеми относится как с детьми в это время. Он дает возможность каждому сказать слово. Эти собрания, они открывают сердца у людей. И также руководитель должен проводить собрания, на которых он может наказывать там и так далее. Это другой тип уже собраний, где принимаются решения там и так далее. Понимаете? Совсем другое поведение в этом случае. И должны быть разные типы собраний. Собрания самых старших в коллективе, собрания руководящего звена, собрания всего коллектива. И еще руководитель должен с коллективом устраивать праздники. Ну то есть мероприятия, в которых все счастливы. И он должен в это время всем служить. То есть праздник не означает, он залазит на трон и все служат ему. Тарам-пам-пам, он у нас руководитель. Нет. Он должен так устраивать праздник, что неожиданно в дружеской обстановке приносят подарок одному, потом приносят подарок другому, потом еще кого-то поощряют. И это все происходит просто потому, что он хочет так служить своим подчиненным. Это не запланировано, понимаете? Это воля его сердца. И когда подчиненным подарки неожиданно дают, это потом не входит в планы подчиненных, они от него не ждут следующего подарка, потому что это совсем другие отношения, отношения любви. Руководитель не означает, что он не любит. Он любит, но он любит как старший. Он может поощрить, дать подарок просто кому, кого он любит. И это не обязательно, что человек, который ему сильно нужен, а просто человек, который очень честно работает в коллективе. Как сделать так, чтобы дать подарок тому, кому никто не позавидует? Как вы думаете? Вот ты даешь подарок человеку, и никто не завидует этой ситуации. Как это сделать? Если человек трудится с любовью в коллективе, честно и с любовью, знаете, какова его квалификация основная? Вот он трудится с любовью и честно. Знаете, какая квалификация основная? Ему никто не завидует. Его все любят. В этом его квалификация. Если вы подарок этому человеку сделаете, все скажут правильно. Вот и все. Спасибо. Подтверждение. Так. Хочу ничего не упустить. У нас мало времени. Нет уже все? Смотри. Да. Итак, самое главное, я забыл, естественно. Смотрите, как руководитель относится к своей власти сам, его внутреннее отношение к власти. Он считает в своем сердце себя слугой этих людей. И его цель в жизни личная – защищать их и заботиться о них. Смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Моя цель – тянуть из них кровь. Если скотина кровь не дает, пошел вон. Или кровь кончилась, тоже пошел вон. Скотина. Нам нужны только с кровью. Это означает, что они его придушат. Потому что всегда один человек слабее, чем сто. Представьте, сто будут ненавидеть, что с ним произойдет. Инсульт, инфаркт. Понимаете, руководитель с точки зрения силы, он всегда слабее своих подчиненных, потому что их много. И для руководителя самое страшное – это когда коллективные эмоции начинаются против него. И поэтому ему нельзя совершать плохие, неправильные поступки. Но есть одна формула. Если у него в сердце сидит эта формула, он защищен от ошибок. Какая формула? Надо в свое сердце заглянуть и сказать себя, спросить. Я хочу из них выжать силой или отдать им? Чего я хочу? Если ты хочешь выжать силой из них, значит, ты будешь мучиться с этими людьми. Постоянно тебя будут мучить. А если ты хочешь им отдать, то есть твое сердце говорит, я хочу защищать их и служить им, то в этом случае они будут тебе отдавать всю свою жизнь. Будут трудиться на тебя, будут верными тебе и будут тебе приносить счастье. Счастье. Поэтому руководитель может быть счастливым человеком, если он правильно все это делает. Как правильно вести себя на работе с корыстными людьми, которых интересуют только деньги и карьера. Их надо отодвигать от руководства. Допустим, есть человек, вы не можете его сейчас выгнать, но вам не надо его продвигать. Видите, такой человек, пусть работает. Ищите ему замену. Продвигайте бескорыстных людей, развивайте их, образовывайте их. Вот, допустим, человек бескорыстный, честный и верный, но у него ниже квалификация. Так обычно и бывает. Что надо делать? Надо его послать учиться. Пускай будет выше квалификация. Потом, когда он обрел квалификацию, ставьте его ближе к себе, выше должность давайте. Помните, Петр Первый Меншиков сделал генералом армии, хотя это простой крестьянин вообще, это просто голодранец. И он не подвел его, этот голодранец, он защищал его жизнь, много раз спасал его жизнь. Почему? Потому что было выбрано правильное решение, потому что Меншиков был самым верным человеком для Петра. И он поэтому защитил его судьбу. Как тактично поступать подчиненному в случае, когда предвкушение огромной прибыли зашторивает разум руководителю? И принимаются странные решения. Хороший вопрос. Как правильно поступать подчиненным, молиться за этого человека. А если он видит, что ситуация становится тяжелой, искать себе новую работу. Смотрите, когда разваливается фирма, чаще всего, когда фирма начинает идти на подъем, на подъем, когда она на спуск идет, чаще всего она держится, если этот спуск не слишком сильный. А если она идет на подъем, смотрите, что происходит. Руководитель, недолго думая, берет большой кредит, огромный, и начинает гиперразвивать ситуацию. То есть берет много людей на работу, то есть берет большой кредит, небольшой подъем, и вот такое пошло. Что надо делать? Если у вас ответственное положение, вы главный бухгалтер в фильме, допустим, еще какая-то такая ситуация, и он неадекватный. Надо просто вставать перед ним и просить у него, пожалуйста, образуемся. Честно просто. Если он тебе посылает на несколько букв, значит, тогда надо что сделать? Искать себе другую работу, немедленно. Потому что вплоть до того, что вы сядете в тюрьму, вплоть до того, риск очень большой. Если вы несете ответственность материальную в коллективе, в котором руководитель принимает безумные решения, то это значит, что вы можете сесть в тюрьму, а он при этом останется на свободе. Такое бывает. Что делать? Сматываться. Сматываться. Или, если не столь сложная ситуация, значит, сматываться потихоньку, искать себе новую работу. Но если человек работает с руководителем, у которого нет здравого смысла в голове, то он рискует своей свободой, такой человек. Особенно, если он имеет какую-то ответственность финансовую. Вы не знаете будущего, не знаете, как забернется. А всегда руководитель вывернется и посадит кого-то другого, если он безответственный человек. Поэтому это очень опасная ситуация. По качествам чувствую, что не могу работать руководительно. Работаю пять лет. Сильно устаю. Надо менять работу. Кто написал? Просто женщина, понимаете? Женщина. Женщина хочет семью, дом. Она не хочет быть руководителем. Она может быть руководителем по природе и руководить, допустим, мужем, директором завода. Она, у мужа, у директора завода также есть руководитель, его жена. Если она кшатри по природе, она будет им руководить. Значит, он ничего не сделает. Но женщине всегда быть тяжело руководителем в коллективе, но у вас природа кшатрия, моя хорошая. Вы не можете другим кем-то работать, кроме руководителя. У вас нет вариантов работать кем-то другим. Но можете взять меньше себе какие-то обязательства, если тяжело. Понятно? Почему я спросил, кто, чтобы вам ответить на этот вопрос? Ой, мы заканчивать должны. Я тут не сделал объявления. Вот смотрите, такая Ренара Ахундова. Красивая девушка. Это ее музыка все время играла здесь на всех лекциях. Эта музыка, она женские качества раскрывает. То есть это женственная музыка очень. И она приедет сюда. Это пианист и композитор, Франция. Вот. Музыкальное размышление о жизни, любви и душе. 17 мая 2012 года в 19.00. В здании Малой гильдии. А дальше написано по-латышски. И я это могу не так прочитать. Дальше. Клуб «Ведическая женщина» приглашает на цикл лекций «Как стать и быть счастливой». Это делается в центре ведической культуры и человеком, который всю жизнь как бы занимается духовной практикой в ведической культуре. Телефон 26-83-59-83. Ирина Брекуна. Ирина Брекуна. То есть там учат быть ведической женщиной. То есть все качества женщины развивать и так далее в этом клубе. Люди, девушка, женщина, которая уже много лет этим занимается. Набор будет объявлений в мае. На фейсбуке группа «Клуб «Ведическая женщина». Найдете на русском. И там найдете информацию. Следующие курсы проводят также женщина с большим опытом быть женщиной. «Чудесная мама». Курсы по зачатию беременности проводит Елена. Не будем говорить, где она находится. Но будем говорить о том, что она вот все эти лекции организовала. Вот за что ей большое спасибо. Очень хорошие курсы тоже советую. Вот. Значит, выездные программы. Паломничество в Индию. Ретриты в Латвии. Ретриты в Болгарии. Православное паломничество. Монастыри. Литвы. Литвы. Эстонии, России. 30 апреля. Завтра. 18 часов. Улица. Лач-Плеша. 125. Это. Там будет встреча, да? Всех людей, кто хочет какое-то исполомничество. Завтра. Место встречи. Изменить нельзя. Лач-Плеша. Улица Лач-Плеша. 125. Так? У нас время еще есть? Нет. А чего же вы так поздно сказали-то? Уже времени нет, и вы мне сказали об этом. Ну, что говорить о подростках? Человек погрузился в компьютерные игры, да? Если погрузился, значит, он заболел. Духи управляют этим. То есть человек болен. Он больной. Психически больной человек. Как лечить? Сейчас объясню. Надо найти компьютерные игры, которые ведут человека к Богу. Если такие есть. Иначе вряд ли вы сможете ему помочь. Или молиться за него. Или давать слушать лекции, тихонечко ставить мои. А? Человеку 7 лет? Ну, он ребенок же просто. Значит, он просто играется. Понимаете, надо ему дать альтернативу. У ребенка нет наркомании. Понимаете? Ребенок не может быть зависимым от компьютера. Он зависит от того, что ему нужно играть. Поэтому ему надо просто тихонечко поменять игру. Надо драть другую альтернативу. Понимаете? Компьютерные игры – это не способ развивать ребенка, чтобы вы знали. Некоторые думают, что это способ развивать ребенка. Ребенок должен развиваться в жизни. Дайте ему возможность ходить на какую-то секцию. Ставьте перед ним фильмы нравственные. Дайте ему нравственные мультфильмы. Дайте ему то, что будет интересно и будет развивать его как личность. Но никогда не думайте, что просто он будет сидеть в компьютере, и он от этого разовьется. Понимаете? Некоторые думают, что развитие – это развитие ума. Развитие – это всегда развитие разума. Поэтому просто компьютерная игра разум не развивает. Она делает человека роботом. Поэтому никогда не развивайте детей в этом направлении. Есть обучающие программы – это хорошо. Можно обучать в программах. Есть такие программы, которые удобно учат, быстро человека. Это хорошо. Это вложение интеллекта, опять разума в обучение – это хорошо. Но никогда не обучайте с помощью компьютерной игры ребенка. Потому что это означает, что учится ум, а разум нет. Обучение означает приложение разума к обучению. Если человек все делает на автомате, где же тогда разум? Вы думаете, он выучился и при этом не напрягался? Да как раз напрягать человека – это и есть развитие его разума. Понимаете? Дети должны учиться жить, а не учиться класть в рот разжеванную пищу. Надо учиться самому жевать, понимаете? Самому. Поэтому лучше отдавать детей на тренировки на какие-то. Это более правильное решение, как его учить чему-то. Хороший вопрос. Я сейчас быстро отвечу. У нас нет времени, но я отвечу. Проблема не в коллективных играх детей. Проблема в низком уровне духовности в вашей семье. Повысьте этот уровень духовности в вашей семье. Поменяйте интересы в вашей семье. Сделайте их более возвышенными. Начните с себя. И когда вы это сделаете, когда у вас возвышенное мышление начнется в сознании, разум пойдет, когда вверх, и в вашем доме будет святость царить, и пища будет освященная, вы с помощью этой энергии духа из головы вашего ребенка уберете. И в результате вы не сможете его сразу избавить от коллективных игр компьютерных, потому что он социальное существо. Он живет в отравленном социуме сейчас, понимаете? Но если вы ему создадите другой социум дома, то постепенно его разум, так как он вас любит тоже, не только тех детей, с которыми играет, его психика пойдет перетекать в другую сторону. Через несколько лет он уже будет нормальным человеком. Просто поймите, что ребенок выбирает такой социум, потому что в доме нет более сладкого вкуса. Если родители дают более сладкий, возвышенный вкус человеку, то ребенок естественным образом выбирает такую жизнь, потому что его сердце встает наружи, сердце ребенка чувствует где лучше. Так вы сами дайте ребенку более возвышенную жизнь, начните с себя. Если увидите, что вашего ребенка понесло, это означает, что у вас непорядок дома, нет правильных отношений, нет духовной жизни дома, значит, ребенок не защищен. Вот, допустим, представьте ситуацию. Родители очень возвышенные люди. Они дают этот вкус духовной жизни своему ребенку. И ребенок при этом имеет рядом вкус смотреть голые задницы в интернет. Может, он и посмотрит ради любопытства, но ему потом станет противно. Почему? Когда есть более высокий вкус у человека, более низкий вкус, его психику уже не захватит. Почему? Потому что есть сравнение. Так работает система, понимаете? Вот ребенок из возвышенной семьи, он не будет играться с теми, у кого грязное мышление и грязное поведение. Почему? Потому что у него есть сравнение. Он будет стоять в стороне. Поэтому человек может защитить своего ребенка только чистой и возвышенной жизнью внутри семьи, потому что общество отравлено грязной жизнью. Отравлено сильно. Это отравление растет, на уровень государственной власти выходит. Сейчас в Швеции уже есть детские садики, я говорил об этом, в которых ты не можешь ребенку сказать, что ты мальчик. Все, что их окружает, этих детей, говорит им о том, что они просто дружки. Мальчик может одеть юбочку, девочка может одеть штанишки и ни одной книжки в этом, ни одного букварика в этом детсадике не должно быть, чтобы показывали, что мальчики чем-то отличаются от девочек. Это делается на государственном уровне, потому что принят соответствующий закон. Не думайте, что в этой стране таких законов не будет приниматься, потому что идет тотальная нравственная деградация по всему миру сейчас. И это долг каждого человека в своей семье не допустить эту деградацию. Принимаются ювенильные юстиции всевозможные. Что это такое ювенильная юстиция? Это означает, что сын может наказывать родителей. А это означает все, полная деградация. Значит, ребенка никто не может наказать. Все. Он абсолютно неуправляем. Понимаете, что происходит? Это называется свобода. Это не называется свобода, называется дебилизм. Дебилизм. Ладно, на этой счастливой нотке мы заканчиваем. Давайте будем желать всем счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто первый раз на лекцию пришел? Ага, вы не знаете, что мы сейчас будем делать. Хорошо, придется объяснить. Это определенный вид медитации, который потом готовит людей к молитве. Так как молитва – это основа жизни человека. Я об этом говорил много раз на прошлых лекциях. Сегодня уже не говорил об этом. Поэтому мы сейчас тренинг проводим определенный. В чем как бы идея тренинга? Идея заключается в том, что если у человека нет внутренней жизни и отношений внутренних, внешних тоже не будет. Внутренние отношения – это основа судьбы человека и его жизни, в том числе и своими подчиненными. Поэтому человек каждый день должен молиться святому человеку, которому он, отношения с которым строя, он начинает чувствовать, что такое чистота. И эту чистоту потом он пытается культивировать в отношениях со всеми остальными. Вот сегодня я, допустим, молился с утра. Я вспоминал те, кто приходят ко мне на лекции и строил с ним чистое отношение. Поэтому я сюда прихожу, мне уже не надо ничего строить и из себя что-то выделывать. У меня уже есть отношения эти, понимаете? Они уже построены рано утром во время молитвы. Именно этим мы будем сейчас заниматься. Сейчас будем внутренней жизни учиться. Итак, надо вспомнить какую-то икону святого человека какого-то. Пускай он не живет на земле. Все равно будет связь установиться. Потому что мы живем вечно. Мысленно кланяться ему. И хотеть быть полезным в его жизни означает хотеть, чтобы он кому-то помог. Потому что святой человек живет только для других. Найти человека, который нуждается в помощи и желать, чтобы святой человек помог ему. И забыть про себя в это время. Внутренняя жизнь в мыслях о себе невозможна. Человек должен отказаться от идеи жить для себя, иначе он не будет счастлив. И в это время мы повторяем, я желаю всем счастья. Повторяем, пытаясь поймать эту волну, этот настрой. И счастье это направляем тому, кто нуждается в помощи. Вспоминаем этого человека. Но надежду всю направляем на того, кто старше, на святого человека. Не я даю счастье, а он. Я желаю всем счастья.